Пошли нам в Рию смотреть. Пошли. Вот есть проход. Пошли здесь. Так, аккуратненько, аккуратненько смотрим. Идем. Вот отсюда снимала та россиянка. Стояла. Кстати, я что могу сказать, за это время крыло, ну, в общем, опустилось за это время. А, так хвостовое оперение, смотри, все. А, оно опустилось тоже вниз. То есть оно, то есть на месте. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим, да. Так, смотрим подножки. Смотрим подножки. Сесны. Или кто они такие? Ну, да, стоят себе и стоят. Ну, что? Есть, есть, да. Ну, я смотрю, что... В общем, ну, крыло одно, это можно использовать. Левое полукрыло до центроплана. С центропланом он цельный должен быть. Там балка единая идет, поэтому уже... Ну, единственное, три двигателя, эти, да, эти можно будет использовать. Эти можно. Да, да. Да, да. Да, якась. Видишь, два ряда колес выгорели. Ну, что, пошли здороваться. Ну, что, привет, самолет. Это ужас. Да, да, я, так сказать, чуть лучше, чуть лучше думал, что ситуация... Да, то есть, с этим экземпляром... Ну, что, мы сейчас давай пойдем к основной части. Кабина, да, кабина. Кабина, кабина сама по себе, сейчас я секунду скажу. Кабина вот тут, вот тут кабина. Вот она вот тут. Вот в этом всем, вот это где-то тут кабина. То есть, ничего нету, да, ничего нету, да, ничего нет. Ну, вот двигатели три штуки, это да, это нормально. Потому что, сами смотрите, что с тем двигателем, это уже ничего. И там только, может быть, шестой двигатель, может быть, да. Но, стойки, стойки шасси, по крайней мере, 5 стоек шасси, наверное, можно будет использовать. Наверное. Это, опять же, комиссия все решит и определит, и все сделает. Естественно, это уникальное. Их нигде сейчас не делают. То есть, если что, заказывать, это по новой, надо производство делать. По новой, это такая серьезная работа. Поэтому, ну, что здесь, закрылки все целые. То есть, их, они может, предкрылки. Да, это литачок, его подпихал, подпихал. Да, литачок, подпихал, подпихал, подпихал. Самый маленький литачок, подпихал, самый маленький. Да, пошли, посмотрим. Можно сказать, подставил плечо старшему брату. Сто процентов. Хорошо. Самому великому. Потому что старший брат у нас, да, ассоциируется, извиняюсь, с расистами. К сожалению. Да, нет у нас братьев больше тех. Так что, да. И действительно, а так бы лежало крыло на земле. А так, да. Чуть-чуть, да, сохранилось. Да, не, не, так керосин все-таки потихоньку вытекает из крыла. Я так понимаю. Ну, как только вернуться, я думаю, в первую очередь займутся съемкой двигателей. Потому что это... Ну да, тут тоже нема. Ну да. Ну, весь фузеляш тоже весь побит. Хвостовое, передняя тоже, передняя кромка. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что-то попало в нее. Вот, переднюю кромку. Да, 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 это что-то пролетело. Но, оно пролетело. Ну, где-то здесь, ну, ничего, непонятно, что. То есть, вот такое вот повреждение. Ну, и много-много пулевых отверстий. Конечно, везде все попробито. Все пробито. И фюзеляж пробит. Но, хвостовое оперение, я думаю, что, да, оно, возможно, будет использовано. Вот, и пойдемте смотреть. Есть самая главная деталь на этом самолете. Она сохранилась. Но, она должна была сохраниться в любом случае. Сейчас показываю. Сейчас показываю. Где-то здесь. Нет, не это. А, вот. Ну, тут надо подлезть будет. Сейчас, секундочку. Стоять. Ну, этот, как его. Несгораемая эта плитка титановая. А, вот, вот она, вот она и есть. Сейчас. Сейчас снимите. Это всегда, невзирая какие разрушения не получит самолет, всегда остается возможность посмотреть, а что это за самолет был, когда произведен, и какой его серийный номер. Ну, потому что, да. Так, смотрим. А, здесь шайба правая повреждена. И, ну, и немножко побита. Меньше. С этой стороны немного меньше. Ну, и смотрим. Ну, шестой двигатель. Может быть, будет пригоден. Потому что эти сильно выгорели. И четыре стойки шасси вроде бы приемлемы к использованию. Пятая, ну, она же третья вроде бы тоже. Первая, вторая чуть-чуть выгорели. Но, опять, это специалисты должны разбираться. Двигатели. Ну, двигатели. Ну, здесь тоже, к примеру, может быть, лопатку вентилятора. Можно. Хотя, вот, и вещи сюда повреждения залетали. Вон, одна лопатка разбита. Какие-то осколки валяются. Этот двигатель, ну, возможно, возможно, шестой. Ну, а так, ничего хорошего. Ничего хорошего. Ну, вот. Спрашивали, где кабина. Вот кабина. Вот все, что от нее осталось. Мы видим стекло правого пилота. Вот это командирское, чуть выше стекло. И все. И больше ничего. И полная разруха. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok